Если ролик начинается из машины, значит что? Значит речь пойдет про скидки. А в этом сюжете мы отправляемся к официальному дилеру Skoda для того, чтобы узнать, как изменились цены на весь модельный ряд бренда. Rapid, Octavia, Superb, Carog, Kodiaq. Именно эти пять моделей продаются на нашем рынке. Давайте же сегодня узнаем, как изменились на них цены, на каких условиях сегодня можно купить эти автомобили. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там я делаю публикации, где рассказываю, на каких условиях мы покупаем автомобили. Была цена, стала цена. Это действительно полезно и интересно. В общем, друзья, не размазывая кашу по тарелке, мы сейчас познакомимся со спонсором, с вкусным спонсором этого выпуска, после чего перемещаемся в салон официального дилера Skoda. До начала вируса мы с моей женой, как и все, в общем-то, любили с регулярной периодичностью отправляться в гипермаркеты для того, чтобы закупаться продуктами. Приехать, потратить полтора-два часа, походить, повыбирать хороший лимон, плохой лимон, а вот этот возьми, вот этот не возьми, потом сумками к машине, из машины домой все. Но потом все изменилось, когда мы узнали о существовании эко-маркета. И первый заказ мы разместили на мое дне рождения, 14 марта. А теперь наш поход в магазин выглядит вот так. Я присаживаюсь за стол, залетаю на эко-маркет и выбираю продукты. Друзья, все те же самые разделы. Фрукты, овощи, мясо, рыбы, все, что вы хотите, плюс ко всему. На эко-маркете все продукты натуральные. Пример. Сардельки, которые я периодически кушаю на завтрак. Состав. Телятина, сливочное масло, молоко, соль, перец, чеснок. Никаких загустителей, усилителей вкуса. Это натурально. Многие переживают, ну ладно, тебе привезут, достанешь все помидоры мятые, неправильные, прокисшие. Залазим в пакетик, застаем помидоры. Ребята, красота, необычайные, натуральные помидоры. Перец желтый, сладкий, а? Ну ты посмотри, какой он красавчик. У моей дочери начинается прикорм, и мы подкупили ей брокколи. Смотрите, киви есть, огурчики. Вы посмотрите, какие они красавчики. Все как на подбор. Вот ты сам по магазину намучаешься ходить все это выбирать. Мандарины, лимоны, мясо, рыба. Ребята, есть абсолютно все. И более того, там есть куча продуктов, которые вы не найдете в магазинах возле вашего дома. Жена жаловалась на ножи. Нож тупой, нож тупой. Пожалуйста, новые ножи приехали сегодня. Бытовая химия в этих пакетах. В общем, друзья, чтобы сто раз не перечислять, я оставлю ссылочку в описании. Залетайте на Эко-маркет. Плюс ко всему у Эко-маркета есть мобильное приложение, и ты можешь заказывать продукты, когда едешь в машине, когда едешь в метро. Постоял в пробке, зашел, составил список, заказал, доставка происходит постоянно и круглосуточно. Ты можешь в 10 утра сказать, чтобы тебе продукты привезли в 4 часа вечера этого же дня, и они будут доставлены. Все подробности будут на официальном сайте. Более того, у меня для вас есть вот этот промокод, введя который вы получаете дополнительные бонусы. Друзья, кушать любят все, кушать нужно каждый день. Переходите по ссылке и пользуйтесь доставкой продуктов на дом с Эко-маркет, и получайте удовольствие. Вот сегодня воскресенье, в стране кризис, денег нет, а я запарковался, хрен знает где, на отшибе, потому что вдоль салонов, здесь идет прям линейка салонов, встать негде, народу просто тьма, все встают друг на друга, кишат, кишат несчастные. Вы готовы к народным автомобилям? Это, парни, новый Рапид, и я вам сейчас рассказываю всю свежую информацию. Я уже все выведал, записал. В общем, смотрите, с мая тачка в цене выросла примерно на 120 тысяч рублей. Это в среднем. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, все зависит от комплектации. Факт в том, что самый такой доступный Рапид сегодня, плюс-минус в хорошей комплектации, такой в средненькой, не в жирной, стоит примерно 983 тысячи рублей. Так еще вам предложат купить на него допов, тысяч так на 120. Это я вам называю средний. Есть дилеры, с которыми, возможно, удастся договориться и забрать Рапид там с более меньшей накруткой. Есть дилеры, которые вам предложат допов еще больше. И факт в том, что на рёд берет. Я знаю историю, что, например, Рапид на механике с допами забрали аж за 1 миллион 500 тысяч рублей. Это не выдумка. Менеджеры все охренели от того, когда машину продали. При этом человеку по-честному говорили, что вот здесь такие условия, может быть, вам не покупать. А люди были взрослые, они сказали, да нам пофигу, что. Нам нужна машина, нас все устраивает, допы нас устраивают, берет народ. Комплектация уже около максимальной стоит примерно 1 миллион 300 тысяч рублей. И самая жирная комплектация с доп-пакетами стоит 1 миллион 400 тысяч рублей. И к этой цене вы должны, естественно, плюсовать доп-оборудование. Понятное дело, что если вы приходите, покупаете в кредит-трейдинг, естественно, начнется история о том, что можно получить дополнительную скидку. Ребята, смотрите внимательно все расчеты. По договору цена может быть одна, на деле цена может быть еще выше. И уверен, кто-то скажет, да ну нафиг, офигеть, такие деньги отдавать за Рапид. История. Вот дилерский центр, в котором мы находимся, например, все машины, такие самые вот жирные, они проданы. То есть люди сейчас уже продают машины из поставок. Люди приходят, смотрят, ничего нет, уже бронируют то, что еще только едет и все. Если бы не было бы вот этой вот истории с пандемией, вот этого кризиса, каких-то скачков, то в среднем на розничную цену Рапиды там маршарит примерно 5%. Соответственно, плюс-минус можно вот там на 5% договориться, если вам машину эту сливают в ноль. Условно, машина стоит 1 миллион рублей, вам делают скидку прямую 50 тысяч рублей. И это была бы такая хорошая жирная скидка. Минимально раньше скидывали 30-40 тысяч рублей. Вот еще в июне-июле. А на предыдущие Рапиды, когда их распродавали, там скидка была примерно 100 тысяч рублей. Просто за наличный расчет. И вот я сейчас сижу в машине, здесь народу просто битком. Они просто кишат. И заходят, и заходят. И взрослые, и молодые, и с детьми. То есть народу действительно очень много. Но сегодня выходной день, и на парковке все забито. Сам факт того, что цены летят в космос, навешивают кучу допов. И народу действительно много. Народа это устраивает. Как обычно, у нас во всем виноват потребитель. Вот если бы люди, приходя к официальному дилеру, и получая предложение розницы, плюс там 200, 300, 100 тысяч рублей, нужно купить допов, говорили бы спасибо, так я покупать не буду, разворачивались бы и уходили бы, и так делали бы все, то менеджеры бы пошли к своим руководителям, сказали, люди на таких условиях не покупают, все приходят, разворачиваются, уходят. И тогда сразу бы делали бы, либо по розничной цене, или же как и было раньше, что продавали бы машину, делали бы дополнительную скидку, давали бы подарки. Но нет, народ кинулся скупать, и все до сих пор скупает и скупает. Машин подвозят по чуть-чуть, действительно есть дефицит на некоторые марки. То есть ты придешь, у тебя будут деньги, нечего купить. Всю Москву, видишь, нет машин. Некоторые звонят по всей России, машину себе и ищут в нужной комплектации. Соответственно, для дилеров это бизнес, тут все ясно, понятно, как 2 плюс 2 равно 4. Делают предложение, народ берет, они зарабатывают бабки. Почему бы так им и не продавать? По закону они имеют право. Я с вами полностью согласен, что так неправильно, что это переборы, так как бы в стране и цены растут. Но, как правило, в комментариях все пишут, что все херово, себе тачку покупать не буду. Вот сейчас заходишь в салон, сидят, один расписывается, второй, третий покупает, а этот то. То есть народ с покупки совершает. Итак, нас с вами привели посмотреть на новую Octavio. Ребята, в данный момент продается автомобиль только с мотором 1.4. Самая простая версия, это примерно полтора миллиона рублей, плюс 150 тысяч допов. Я вам называю, опять же, средние цифры. Хорошая такая, средняя версия, это примерно миллион семьсот, плюс сюда, опять же, допы. И такая жирненькая версия для этого мотора, это миллион девятьсот. И опять же, к ней сюда допов. Сколько вам допов навешивают, это вот как раз напишите в комментариях, те, кто покупал этот автомобиль. У новой Octavia будет мотор 2 литра на 190 сил. Он будет продаваться уже, по сути, в следующем году. Многие ждут именно этот мотор, потому что интересный мотор, точно такой же мотор сейчас ставят на Audi A4, 190 сил, 2 литра. Факт в том, что динамика там будет хорошая, опять же, автомобиль будет только с передним приводом, но 2 литра и самая-самая топовая версия, это будет примерно 2,5 миллиона рублей. Парни, 2,5 миллиона рублей за самую жирную Octavia. Вот в данном случае комплектация стоит Style, это по сути жирная комплектация, но опять же, этот автомобиль будет доступен для тест-драйва. Когда я смотрел презентацию нового автомобиля, там показывали очень крутые диски. Вот выясняется то, что эти крутые диски 19, они доступны только исключительно как доп. опции, соответственно, купить автомобиль уже на этих дисках нельзя. по машине все будут заряжены. Топовые версии там будут эти с матричными фарами. Сама по себе машина, вот вы посмотрите, вот эта машина стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это тестовая тачка, здесь соответственно никаких дополнительных опций от дилера нет и она не продается. Но здесь куча доп. пакетов, которые изначально были заказаны с завода. Музыка здесь стоит Canton, здесь стоит большая приборная цифровая панель, мультимедиа здоровая, сидение комбинированное. То есть по укомплектованности тачка ну так себе неплохо сделана, скажем так. Опять же посмотрите по интерьеру. На любителя все. Ну на мой взгляд в принципе очень даже приятно. Хотя местами тоже есть с чему придраться. Вроде бы все круто, там обшивки интересно сделаны, здесь какой-то жесткий пластик. Но машину нужно тестировать, машину нужно брать, покататься на ней. Мы это обязательно сделаем, как только будет такая возможность. Лично у меня я понимаю прекрасно, что машину уже снимали, но я на ней не катался и мне действительно было бы интересно понять, что же такое новое Octavia. Конечно интересно было бы потестить ее с двухлитровым мотором, но два литра это под два с половиной миллиона рублей. Вот напишите ваше мнение. Те, кто ждут машину, неужели вы действительно будете готовы покупать? Вот Octavia она всегда очень хорошо продавалась. Это одна из самых продаваемых моделей в модельном ряду Skoda. А мы с вами присаживаемся в Superb. Машина крайне не популярна для покупок. В среднем одна-две машины в месяц продается и то с натяжкой. В данном дилерском центре это единственный Superb, который стоит и ближайшие неизвестно когда будут. Я покупал эти автомобили, также подчеркну, что действительно маленький спрос на них, но сам факт того, что по комплектации, жирные комплектации, как вот этот, например, они стоят примерно 2 миллиона 900 тире 3 миллиона рублей. Ну прям именно 3 миллионов нет, это как правило 2 миллиона 972 тысячи рублей. Вот, например, в частности на этот Superb сходу любому сделают скидку сразу минус 175 тысяч рублей. При этом здесь из допов есть только керамика и все, ее вам естественно с удовольствием идут в подарок. Но совсем недавно, около месяца назад я покупал подобные автомобили, две штуки у разных дилеров скидку делают примерно 350 тысяч рублей. То есть вот там одна машина стоила 2 миллиона 932 тысячи рублей и другая там 2 миллиона 956 тысяч рублей. И их обе отдали за 2 миллиона 600 тысяч рублей. То есть вот такая вот пороговая цифра. Этой серии было как обычно, что прям вот в ноль, что все, ниже больше не дадим, сколько ни торговались, все, 2 600. Сам факт того, то что жирный Суперб, вот имейте ввиду, можно забрать за 2 600, когда сейчас Октавия в топе, двухлитровый, да, это новая Октавия, там симпатичная, современная, но она в топе будет стоить порядка 2,5 миллионов рублей. В общем, Шкода Суперб, это единственный автомобиль в модельном ряду Шкоды, на который сегодня действительно можно получить прямую скидку, честную, прямую скидку за наличный расчет. Где мы? Угадайте, это Шкода Короб, ребята, эта тачка стала прям действительно хитом продаж, очень большой на нее спрос, народ просто от нее с ума сходит, дилеры рассказывают, то что на нее прям действительно очень много звонков. Вот смотрите, какая ситуация, с передним приводом, базовая версия, с механической коробкой передач, стоит примерно 1 миллион 400 тысяч рублей, но на какую сумму навешивают допов, неизвестно, потому что машины, как правило, все проданы, тут будет то, что из поставок на февраль. Были версии с полным приводом, они перешагивают сейчас отметку свыше 2 миллионов рублей, но сейчас их просто-напросто не продают, потому что какая-то там проблема с полным приводом, соответственно, пока что это все в ожидании в поставках. Вот на сегодняшний день, если вы найдете где-то его с полным приводом, это, грубо говоря, производство там сентябрь, октябрь, ну вот такие цифры. И, конечно же, многие всегда пишут, нафига его брать с передним приводом, лучше брать с полным, и это действительно так, потому что разница между передним и полным приводом примерно 90 тысяч рублей. Как правило, на эти тачки навешивают допов сейчас примерно на 200 тысяч рублей. Недавно мне звонил человек, говорит, я хочу купить корок, я ему сходу говорю, типа, слушай, я не помогу, потому что, ну, плюс 200 тысяч допов, он говорит, так это хорошо, я говорю, в смысле хорошо. Он откуда-то с региона звонил и говорит, у нас навешивают аж на 400 тысяч рублей допов. Соответственно, маржинальность этих тачек, вот то, что их продают по рознице, плюс еще доп. оборудование, она бешеная. Вот, к слову о том, что писали некоторые, вот, там дилеры сейчас плакать будут, никто никак не плачет. Они продают тачки, доход у них очень хороший. Единственное, что сейчас многих дилеров смущает, это то, что нужно выполнять план по штукам. Что такое по штукам? Они продают машины, они зарабатывают денег, но им нужно продавать больше машин. Соответственно, благодаря этому плану, скорее всего, в декабре какие-то сливы будут, ну, в частности, как говорят, по Кодиакам. Но, опять же, посмотрим, это сейчас все вилами по воде, декабрь наступит, и будет понимание. Будет, не будет. Опять же, все у дилеров по-разному. Некоторые навешивают еще больше допов, некоторые готовы тачку отдать по себестоимости. Ну, не по себестоимости, по розничной цене. Здесь нужно заниматься, в этом плане огромный плюс дает конкуренция. То, что дилеров много, садимся, звоним, ищем, где выгоднее для вас, там и берем. Ну, сам факт того, то, что такое ощущение, как будто людям пофигу. Они приезжают, где ближе, там и покупают. Ну, и, чтобы вы понимали, самая такая средне востребованная комплектация примерно обойдется вам по цене 1 миллион 900 тысяч рублей. Что-то уже пожирнее, типа стайла, это 2 миллиона, 2 миллиона 50 тысяч рублей. Ну, и какой-то полный привод, там, со всеми пакетами, это будет 2, 100 и выше. Это я вам называю ценник ориентировочный. Соответственно, как вы договоритесь, это уже неизвестно. Когда вы будете покупать и на каких условиях. Мы с вами пересаживаемся в Кодиак. Автомобиль был одно время очень популярен. Я прям помню, как они каждый день продавались. Куча народу звонила. Я помню, как мы их покупали по минус 150, минус 180 тысяч рублей. Так еще и доп. оборудование дарили. Вот прям действительно были выгодные условия. С учетом трейды, напомню, раз мы его здесь покупали, там скидка была просто бешеная под 400 тысяч. При этом, человеку еще очень выгодно Форд его оценили. Оценили дороже, чем он его покупал. Это все было далеко до вируса. Это было там в прошлом году. На сегодняшний день вот кратко вам информация. Картина следующая. Кодиак вот в базе, например, берут, который стоит порядка 2 миллионов рублей на переднем приводе. Это уже с доп. оборудованием. Машины популярны, они стоят 2 миллиона рублей. И дальше самая популярная версия, которая у них есть, она стоит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Это уже такой жирненький, хороший, заряженный Кодиак. Понятное дело, что в промежутке есть там различные версии, попроще, чуть побогаче. Ну вот тут в основном это либо 2, либо 2,8. Хотя есть и те, кто там по 2,500, по 2,600 берут. Здесь вот разброс цен такой. Просто сложно называть цифры, потому что у Шкоды, да и как у любого ВАГа, все автомобили наборные. Вы если сегодня зайдете на официальный сайт и посмотрите, ну там офигеть, там можно такую опцию выбрать, такую секую. В общем, с момента начала пандемии вот эти автомобили официально выросли в цене плюс 70 тысяч рублей. Это официальное поднятие от Шкоды. Все остальное здесь уже естественно делают на оценку официальные дилеры. У кого-то это есть просто плюс к цене, у кого-то есть еще дополнительный, ну в виде того же самого доп. оборудования, на них навешивают кто как. Кто-то 200 тысяч, кто-то 300, кто-то 400. Я вам скажу так, что если покупать Кодиак с допами, там маржинальность примерно может быть с него 400-550 тысяч рублей. Это чистая прибыль с одного автомобиля. Вот вы вдумайтесь. Сарапида это примерно 200 тысяч рублей. Скорока это примерно 300-350 тысяч рублей. Супер поддается о скидкой новой Октавии, но это тоже будет что-то наверное в районе там 200-300 тысяч. Это то, что зарабатывают дилеры чистыми, продав этот автомобиль. Вопрос, кто их берет? Вот эти вот жирные версии, которые приближаются к отметке 3 миллиона рублей, ну менеджер, например, отмечает то, что многие приходят с премиальных брендов. Приходят, смотрят там какие-нибудь X3, нормальные комплектации они стоят там ну очень дорого, гораздо дороже, там на миллион, на полтора, то и на два может быть дороже, если это 3 литра дизель. Соответственно, приходят за ними, смотрят, полная комплектация в целом устраивает. Опять же, вот я у него спрашиваю, допустим, он говорит, может какую-то статистику сделать из 10 человек, которые зашли к вам в салон. Вот им говорят, например, розничная цена машины такая-то, плюс там вот на 100-300 тысяч допов в зависимости от какую модель смотрят. Что люди на это говорят? Он говорит, что из 10 человек, если у человека машину устраивают по комплектации, по цвету, берут, вот 8 из 10 машину купят. Соответственно, опять же, здесь, понятное дело, и кредит в помощь людям приходит, опять же, говорит, какое, какие условия? Кто-то может честно взять, кто-то возьмет там с накидкой, кому-то сделать какой-то перелив, в общем, это все индивидуально, на этом даже не останавливаемся. Но вот сюда же, для объективности, я вам донесу следующую информацию. Если раньше, в среднем, там, в Шкоде менеджер продавать должен был машин 15-25 в месяц, все зависит от дилерского центра, в среднем, чтобы выполнить план. Сейчас машину продают, там, 5-8, ну, может быть, кто-то продает 10, то есть машин продают меньше, но с учетом того, что машина продают по рознице с допами, естественно, денег зарабатывают все нормально, планы денежные все выполняются. Соответственно, нам с вами, как потребителями, нужно вот, рассчитывать и настраиваться на то, что машина будет сливать, как штуки. Такое было, такое было в июне, июле, я покупал Octavia 1.8, там, в жирных комплектациях, со скидкой, 160-180 тысяч рублей, еще какое-то мелкое доп. оборудование перепадало в подарок. Это была очень хорошая скидка, это, по сути, вот всю маржу, которая действительно есть на машине, сливали. В этом сюжете я вам показал актуальную картину по модельному ряду Skoda. Что будет в декабре, что будет в январе, феврале, обязательно подпишитесь на канал, подпишитесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости, я вам с удовольствием буду рассказывать, как только начнут ту или иную модель сливать. В общем, дальше будет больше роликов на подобную тему, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, до новых встреч, всем пока-пока!